Террорист номер один. Похоже, что этот титул переходит к Владимиру Путину. Ну это абсолютно действие в стиле у самого Бен Ладена. Вот Бен Ладен именно такие теракты и проводил. Только проводил он их не с использованием крылатых ракет, а с использованием самолетов, или там грузовиков, начиненных динамитом, когда-то в Африке, раньше еще до самолетов. В общем, абсолютно бен Ладеновская тактика. И Российская Федерация именно этим сейчас занимается. Поэтому американцы как бы это видят. И цели у террористов из России становятся все масштабнее. Авиабомбы на драмтеатр и родильный дом в Мариуполе. Счет прицельно уничтоженных заведений сфер образования и здравоохранения идет на тысячи. Жилых домов на сотни тысяч. Прицельно запущенные 12-метровые крылатые ракеты в один из крупнейших торговых центров Кременчуга среди рабочего дня явный террористический акт. Как и обстрелы ракетами по многоэтажкам Киева, Николаева, Одессы и десятков других украинских городов. Как правило, рашисты бомбят города рано утром. Причина – люди еще мирно спят, а значит погибнет максимальное количество. Все это приближает Россию к списку стран-террористов в Мира – Кубе, Ирану, Сирии и КНДР. Ранее до массового убийства украинцев в торговом центре в Сенате США уже вынесли резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма. Нет сомнения, что Россия во главе с Владимиром Путиным и есть страной-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, отдав приказ о наступлении на Украину, был террористическим актом. После того, как в администрации Белого дома идею поддержат, то уже примененные санкции к приближенным Кремля покажутся цветочками. Из-за этого они станут законными целями для ареста и уничтожения со стороны американской армии, американского государства. Даже дипломатический статус их не спасет, потому что американцы, если какую-то страну признают страной-спонсором терроризма, согласно их собственным законам, они перестают признавать дипломатический статус тех людей, которые работают на правительство той или иной страны, признанной спонсором терроризма. То есть это вообще, наверное, самый такой фиговый, самый неприятный для любого государства статус, какой только могут дать, предоставить ему американцы. То есть это вот самое дно нищенства. Добить Россию в международных судах – на это, говорят эксперты, у Украины есть все шансы. Причем отвечает страна, бредящая восстановлением СССР, будет как раз по той статье, которую в свое время советы и внесли в международное право. Это будет очень символичным, если Россия, собственно, как правоприемница Советского Союза, особенно в его самых ужасных формах и извращенных формах, с любовью к Сталину, с гимном, который фактически повторяет. Ну, музыка – это советская. Поэтому это было бы очень символичным и это очень правильным, потому что если нет наказания, если нет названия вещей своими ременами, это означает, что такие преступления будут продолжаться и далее. Санкций не бывала международная изоляция. Сколько бы за поребриком ни горохорились, а, похоже, россияне и сами не осознают, куда катятся. И лишь масштаб страны пока еще замедляет скорость движения к пропасти.